Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Хочу прокомментировать события, которые в Белоруссии происходят. Сейчас народ вышел на улицы с возмущением о законе, который Лукашенко сделал по поводу тунеядства. Напомню, кто не в теме, расскажу сейчас, что это за закон. Значит, он сделал закон государственный, в котором говорится, что если ты не работаешь, то, что должен платить определенную сумму денег в казну государственную. И если человек даже физически не может найти работу, он обязан платить этот штраф. И народ вышел на улицы, хотя понятно, что Беларусь, так же и Россия, это тоталитарное государство, и там за митинги сажают за решетку. Но, в общем, все равно какая-то часть населения возмутилась и вышла на площади. Я сейчас пытаюсь связать вот этот закон с получением политического убежища в США. То есть я даже сегодня специально проконсультировался с адвокатом миграционным, с которым мы сотрудничаем, и спросил, вот если у человека такая ситуация, он потерял работу, и государство его, ну, как бы, штрафует, и там, в принципе, даже если ты, по-моему, штраф не платишь, поправьте меня, белорусы, пожалуйста, в комментариях, если я ошибаюсь, так детально в закон не углублялся, но даже потом можно и какое-то количество суток схлопотать, и тебя посадят в тюрьму, поэтому, если ты избегаешь, как бы, выплаты штрафа, которые тебе дают. И адвокат сказал, что если со стороны государства идет преследование, что человек не может найти работу, а его за это садят в тюрьму, ограничивают ему свободу, и особенно если человек этот вышел на улицы с возмущением, и тут еще и сразу его уже арестовывают за то, что он высказывает свою точку зрения, это повод для убежища. На самом деле белорусы и так хорошо его получают, из всех стран постсоветского пространства Беларусь остается в списке номер один по получению политических убежищ, я имею в виду про процент, не по количеству просящих, а по проценту, кому дают. И вот сейчас этим законом у многих людей, которые действительно сейчас не могут найти работу, и возмущены, и борются с этим законом, есть шанс получить политическое убежище в США, переехать здесь и здесь найти работу. Как найдешь работу в Беларуси, когда там экономика на дне, как говорится, и все очень плохо? Конечно, большое количество людей не могут найти работу, а идти работать там за какие-то копейки, которых даже не будет хватать на оплату коммунальных услуг, либо на еду, тоже люди не хотят. В общем, Лукашенко, конечно, этим законом сделает так, что просто еще определенная часть белорусов уедет в Европу, либо в Соединенные Штаты, либо в какие-то другие страны. И так в Беларуси активная эмиграция, мы даже по своим клиентам ощущаем, что огромное количество людей из Беларуси уезжает. Но вот уедут и оставшиеся чем-то закончатся. Если у вас есть какие-то вопросы по эмиграции, по визовым вопросам, по каким-то вопросам социальной адаптации в Америке, пожалуйста, набирайте наш Viber, WhatsApp, плюс 1, 347, 265, 6186. У нас, кстати, есть офис в Минске, недавно мы его открыли. Можете зайти в раздел «Контакты» на нашем сайте Russian America VS и посмотреть контакты офиса в Минске.